Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена. Взялась я тут за легендой, которая соответствует каждому знаку Зодиака, чтобы вы больше понимали и принимали свой знак, и понимали откуда взялось вообще ваше созвездие, и какая легенда его сопровождает. Сейчас я дошла уже до знаков воздуха, и в этом видео будем говорить о близнецах, о весах и водолеях. Так что приготовьтесь, рассказы будут коротенькие, ровно настолько, насколько им соответствует их история, но в любом случае, я думаю, это будет полезно. Все, что мы с вами сейчас напишем, будет отправляться в папку на главном маэстро-мажор, она называется «Уроки астрологии». Так что милости прошу туда, кто о себе еще не узнал. Прежде чем перейдем к теме разговора, ссылки под видео. МО опять должно работать, потому что была техническая неполадка, тибетский оракул, соник. Я надеюсь, тоже будет вам доступен. Если не доступен, будь пиен, пожалуйста, то, что это технические моменты, связанные не со мной. Кто поддерживает мой канал, величайшая благодарность. Пусть вам все вернется и приумножится, потому что доброта спасет мир, а меня она уже спасала не раз в столь скорбное время. Ну а теперь переходим к теме нашего разговора «Близнецы». Я уже упоминала, дорогие мои друзья, что в основе в созвездии Близнецов легла история двух легендарных братьев Кастера и Палукса, которые были близнецами, были неразлучны, один друг без друга существовать не могли. Они были великие герои, атлеты, прекрасным лицом, прекрасной душой. Ну, в общем, жить бы им, жить и радоваться, да не все так просто. Откуда взялись братья Диаскуры, вот, Кастера и Палукса? Я вам уже говорила, что у нас Зевс был невероятно, в общем-то, неравнодушен женской красоте. И одной из украденной им женщины земного царства, в которую он влюбился, была Леда, в которой он явился в образе прекрасного лебедя, умыкнул ее, и от их, так сказать, любовной связи родились Кастеры Палукс, полубоги, полулюди, по матери, конечно же. И Гера в очередной раз получила урок жизненный, что ее супруг из меньших каких мало. И обычно дети, которые рождались от подобных браков, Гера разрушала, как только могла. И всяческие козни строила детям, так сказать, полубогам, создавая для них невыносимые испытания, для того, чтобы стереть их с лица земли и даже память о воспоминании о том, что Зевс ей в который раз уже изменил. Поэтому в данном случае Мстительность Гера – это отдельная история в данном вопросе. Но именно из-за ее козни и прочего один из братьев погиб. Она сделала так, что дар Зевса своим детям бессмертия у одного из братьев исчез. В этот момент стрела сразила его. Полубогам же по-прежнему обладал бессмертием и не мог пережить смерть своего брата-близнеца. Он так тосковал и мучился, что взмолился Зевсу, своему отцу, и попросил его забрать у него бессмертие. Если умер его брат, он не хотел жить. За эту преданность братскую, за невероятную любовь, которую он испытал брат Зевс, отправил обоих братьев в небеса, и из звезд создалось созвездие близнецов, которые вечное напоминание о братстве, о любви, о дружбе, о взаимодействии, о взаимной верности и преданности. Да и, собственно, сам близнец, он никогда не может жить без людей, без общества. Это очень компанейский человек, и когда ему одолевает одиночество, он чувствует себя исключительно несчастным. Как тот брат Диаскур, который оплакивал гибель своего брата-близнеца и не мог смириться с тем, что произошла эта трагедия, и пожертвовал собственным бессмертием, чтобы все-таки быть с ним рядом. Так что вот такая вот трагическая, но светлая история легла в основу создания, собственно говоря, созвездия-близнецов. Что касается весов. Откуда взялись весы? Почему этот знак олицетворяет обыкновенный, так сказать, предмет для взвешивания чего-либо? Но взвешивали на этих весах, которые легли в основу созвездия, не пшеницу и не золото, а взвешивали справедливые и несправедливые людские поступки. И весы эти принадлежали богине справедливости Дике, которая на этих весах взвешивала все черное и белое, что люди сотворили за свою жизнь. Соразмерно этому взвешиванию какая чаша весов перевешивала и определялось будущее для этого человека. Либо он был низвергаем в темные подземелья Аида, либо процветал с Божьей помощью туда, куда его боги определяли, так сказать, в райские кущи. Поэтому в данном случае все было далеко не просто. Мы имеем дело с весами справедливости. Вот почему весы всегда у нас за гармонию и справедливость в первую очередь. Это единственный знак зодиака, который олицетворяет неодушевленный объект. Но если вновь вернуться к легенде, то могу сказать, что Зевс, который устанавливал порядки и для тех, кто жил на небе, и для тех, кто жил на земле, и очень четко и ревностно следил за стопроцентным выполнением его приказов и распоряжений, особо бдительно относился к этим весам, понимая, что они принципиальные, их невозможно обмануть, им невозможно подольстить или их перекупить. То, что есть, то, что ты из себя представляешь, то на этих весах и отразится. Поэтому это был очень неподкупный предмет, который ему Зевс полностью доверял и на который полагался. Откуда у детей взялись эти весы? Дело в том, что Зевс в очередной раз соблазнил богиню Фемиду, богиню справедливости в том числе, и, так сказать, которая следила за тем, чтобы законы выполнялись беспрекословно. От их союза и родилась Дике. А Фемиду мы прекрасно знаем, она у нас на слуху, вся ее распределение задействована на нашей Фемиде, которая имеет завязанные глаза, и только на весах отражается то, что является правдой, а то, что является неправдой. Однако мы чаще всего и саму Фемиду видим с весами. Однако же на Олимпе у нее была несколько иная задача. Она собирала богов на советы, которые нужны были для того, чтобы разрешить сложные ситуации и определить судьбу людей или как поступить с тем или иным богом на своего рода определенные судилища. Она возглавляла эти судилища и как бы вся собранная информация, все аргументы за и против, потом она определяла, виновен или невиновен. Так что у нее, собственно говоря, была роль судьи, собственно говоря, так за Фемидой это сохранилось и в юриспруденции в том числе. А в момент, когда шло рассмотрение дела, аргументы складывались на весы, которые держала Дике ее дочь. И, соответственно, в свете, так сказать, той чаши, которая перевешивала, определялась мера наказания или поощрения того вопроса или человека, или Бога, судьба которого рассматривалась. Вот так все было сложно на Олимпе, но очень похоже так же, как и в жизни. Если уже быть последовательным до конца, дорогие мои друзья, то мы обычно удачу или ту богиню, которая, собственно говоря, определяет, пошлить вас или наказать, у которой завязаны глаза и которая путешествует по земле со своими весами, взвешивая наши поступки, обычно считаем эту богиню Фемидой. Но на самом деле среди людей с весами справедливости ходят именно Дике. А глаза ее завязаны, как и положено, для того, чтобы она была нейтральной, чтобы она не сочувствовала никому и не пыталась этому человеку помочь. Тогда, когда он нуждается в наказании. Она должна быть беспристрастной. Для этого ей завязывались глаза, чтобы только весы определяли меру проступков каждого человека или меру его достоинства. Так что вот как интересно, вот здесь есть разночтение между нашим пониманием Фемиды, который вечно тоже завязывает глаза и вручает весы. И греки считали, что так выглядят именно Дике. Помимо взвешивания поступков человечества, Дике собирала информацию, потом рассказывала Зевсу про тех, кто нарушает законы, о их проступках, для того, чтобы уже его карающая рука приносила возмездие тем, кто провинился, или помощь для тех, кто в этом нуждался и нуждался справедливо. Так что и она по-прежнему ходит среди нас и внимательно наблюдает за тем, что мы творим, к чему мы приводим собственную жизнь, наши поступки, наши деяния. Нам кажется, что нас никто не видит, что наши проделки никому не интересны. на самом деле справедливость с тех пор, как только она спустилась на землю, она всегда с нами. Хотим мы этого или нет. Поэтому прежде, чем нам что-то попытаться сделать, надо вспомнить о весах, которые всегда беспристрастно взвешивают и достоинства и недостатки, а наказание, которое мы несем, скорее всего, за то, что все наши гадости, которые мы сделали, и которые мы считали никому неизвестны, все-таки перевесили чашу весов, незримую для нас. И мы получили щелчок божественный для того, чтобы мы вразумились и стали лучше. Так что весы остаются на небе в виде созвездия для того, чтобы напоминать нам о том, что наши чаши хотя бы должны быть в равновесии. Если мы не можем удержаться от зла, то чаша добра тоже должна наполняться. Для того, чтобы люди рождали себе не только черноту, но и свет несли. Водолей. Очень короткая и забытая легенда по поводу Ганемида, Ганемида, который был был в невероятной красоте, ума, сообразительности, но прежде всего необыкновенно прекрасным и кротким юношей. Ганемид жил в себе своей прекрасной жизнью, ничего богов особого не просил, наслаждался тем, что имеет. Но девц, которому все было видно с Олимпа, не мог налюбоваться просто на прекрасного юношу такого прекрасного душой и телом и, собственно говоря, такого разумного и замечательного. Очень посчитал вес такой ему нужен именно на Олимпе. И приказал своему орлу, который был его успешником и помощником, выкрасть Ганемида с земли и вознести его на Олимп. Поскольку считал Зевс, что подобный юноша, зачем ему тяготы жизни, зачем ему, собственно говоря, мучиться на земле, когда можно жить прекрасно на Олимпе. Ганемида, правда, никто не спросил. Его оторвали от семьи и от любви, его всего лишили, но орел выполнил приказ. Ганемед был поднят на Олимп и Зевс вознаградил Ганемеда так, как считал нужным. Он сделал его своим вечным прислужником, виночерпием. Именно ему было позволено наполнять чашу Зевса амбрузией, нектаром, которым он питался и те вещества давали ему бессмертие. поскольку только такой красивый юноша мог быть достоин подобного занятия. Так что боги всегда берут себе то, что им мило и дорого, не спрашивая у тех, кого берут, хотят они этого или нет. Несколько печальная история об испорченной жизни Ганемеда, который, конечно, стал иначеем самого Зевса, но лишился земных радостей, которые радуют нас любви, приятных моментов, детей, которые нас окружают, домов, которые мы выстраиваем. Этого всего у Ганемеда не было. По велению Зевса. Ганемед на Олимпе стал бессмертным и вечно льет в чашу нектар, который делает Зевса бессмертным. Именно этот момент выливаемого нечто жидкости из сосудов является все-таки символикой нашего водолея, который и является нашим созвездием. Но прежде всего греки считали, что это Ганемед, который наливает в чашу Зевса очередную порцию бессмертия. однако же египтяне как всегда связывали не с легендами историю, а с сезоном. Водолей всегда у них ассоциировался с дождями, которые начинались буквально сезонно. Им казалось, что кто-то специально из небесной хляби льет из сосуда бесконечные дожди, которые, конечно же, нужны земляне наполнять реки, но все равно дождь, дождь, который бесконечный, такое ощущение, что кто-то специально сосуд перевернул и льет на голову эту бесконечную и уже утомительную влагу. Вот так в принципе ассоциировался у египтян это созвездие с сезоном дождей. Вот. Ну, а греки, про греков я вам уже рассказала. Вот так у нас отсюда взялся водолей. Что вам ближе, дорогие мои друзья, то и примите. В любом случае, я рассказала вам легенды, которые легли в основу определения, почему ваше созвездие называется именно так. Ну, подтвердила это мифическими историями, которые изложены достаточно кратенько, но для более обширных разговоров здесь задачи не было. Поэтому я думаю, что вы теперь другими глазами посмотрите и если вам не хватило информации, вы теперь знаете, что поискать. Хотите узнать судьбу Ганемеза, пропишите в интернете и вам там расскажут целый очень длинный миф. но итог будет все тот же, который я вам только что и сложила. Водолей это вечный виночерпий, который наливает влагу сосуд. Конечно, водолеи могут изображать сейчас символически как угодно, но сосуд, из которого выливается нектар, влага, дожди, как считали египтяне, по-прежнему сохраняется в руках у нашего водолея. Мы можем считать что угодно, он льет вино, благословения, дожди, но от этого суть не меняется. Вечная влага истекающая из этого сосуда и есть символика нашего водолея. Я думаю, все равно, хоть и коротко, но мы поговорили об интересном. Следующее, о ком мы будем говорить, это последнее, это будет стихия воды и по-прежнему материалы будут организованы в уроках астрологии. Заглядывайте в эту папочку, она потихоньку наполняется. До новых встреч! До новых встреч!